Друзья, в этом видео мы приготовим с вами поистине царское блюдо, которое подойдет для любого праздничного стола, и вы точно удивите своих гостей. Рыба и морепродукты считаются любимыми лакомствами, символом наступающего 2024 года, года дракона. Сегодня я вам расскажу и покажу, как приготовить осетрину горячего копчения. Покажу вам, как разделать осетра, засолить и закоптить горячим способом. Получается ну очень вкусно и более чем в два раза выгоднее покупной осетрины горячего копчения. Вес осетра, которого я купил, составляет 2 килограмма 150 грамм. Для копчения рекомендуется использовать осетров не менее 2 килограммов. Причем чем больше осетр, тем вкуснее его мясо. Правильная разделка осетра является очень важным в процессе приготовления. На коже осетра расположены 5 рядов костяных пластин. Первый ряд находится на хребте, он самый большой. Два ряда по бокам и еще два на брюшке. Эти костяные пластины и чешуя настолько сильно крепятся к коже, что его будет очень сложно почистить, как обычную рыбу, без специальной обработки. Перед разделкой осетра необходимо усыпить в течение 30 минут в холодильнике, либо оглушить его. Первым делом мы убираем жабры. Для этого мы делаем надрезы вверху и внизу и удаляем жабры. А чтобы легко очистить нашего осетра от костяных пластин и чешуи, мы вскипятим чайник и поливаем потихонечку нашего осетра крутым кипятком, хорошенько пропаривая все ряды костяных пластин. После того, как мы обдали кипятком нашего осетра, чешуя и костяные пластины легко отделяются. Чистить осетра лучше не острым ножом, а ножом от столовых приборов. Так вы не повредите его кожу и сами не порежетесь. Мне с первого раза не удалось хорошо пропарить осетра так, чтобы все костяные пластины легко отделились. Поэтому я его обдал еще раз кипятком. В результате кожа у меня сверху немножко расползлась. Но ничего страшного в этом нет, поскольку после копчения мы кожу все равно снимаем. После того, как мы удалили жабры и почистили нашего осетра, мы будем его потрошить. Надрезаем брюшко острым ножом от хвоста к голове. Здесь надо быть предельно осторожным, чтобы не повредить желчный пузырь, который находится практически у самой головы осетра. Будьте очень осторожны, поскольку если вы повредите желчный пузырь, то вы можете испортить все мясо. Вот так выглядит желчный пузырь. Аккуратно удаляем все внутренности. Практически все внутренности осетра пригодны к употреблению, за исключением желчного пузыря. Все остальное вы можете промыть и либо поджарить, либо пустить на уху. Отрезаем все плавники. После того, как мы удалили все внутренности, нам необходимо еще из позвоночника вытащить визигу. Это хорда вдоль позвоночника осетра. В процессе нагревания визига сильно увеличивается в объеме. И если ее не вытащить, то она может деформировать наш продукт. Нам необходимо сделать два надреза вдоль позвоночника и поддеть визигу. Я также это поддеваю тупым столовым ножом. И после этого вытаскиваем визигу сначала из головы, а затем и из хвоста. Здесь необходимо будет приложить некоторые усилия. Накрутить на пальцы и тащить. Не бойтесь, она не порвется и вытащится полностью. Если рыбу вы покупали живой, то визигу смело можно употреблять в пищу. А если вы покупаете охлажденного осетра или замороженного, то визигу лучше не употреблять, поскольку визига портится в самую первую очередь. Отрезаем голову и отрезаем хвост. Хвост отрезаем примерно не доходя одного сантиметра до анального отверстия. Из головы, хвоста и внутренностей я приготовлю хуб. Голова, плавники и хвост у меня получились практически 470 грамм. Солить осетра будем мокрым способом. Осетрина для копчения у меня получилась чуть больше килограмма. Для засолки я возьму еще 2 литра воды. Всего у меня будет мяса и воды 3 килограмма. Из этого расчета я и буду готовить рассол. На 1 килограмм мяса и воды я беру 26 грамм крупной морской соли и 5 грамм сахара. Поскольку у меня всего вес рыбы и воды получился 3 килограмма, мне необходимо взять 78 грамм соли и 15 грамм сахара. Высыпаем в нашу воду соль и сахар и доводим ее до кипения. Затем воду необходимо остудить до комнатной температуры. После этого помещаем осетра в кастрюлю так, чтобы мясо было полностью закрыто водой и ставим в холодильник на 72 часа, так, чтобы мясо хорошо и равномерно просолилось. После 72 часов мы промываем нашего осетра под холодной проточной водой, просушиваем бумажными кухонными полотенцами и ставим его на сушку при обычной комнатной температуре не менее чем на 12 часов, а лучше на сутки, так, чтобы у нас на поверхности осетра образовалась корочка. В брюшко я вставил зубочистки, так, чтобы оно хорошо проветривалось и также подсыхало. После того, как наш осетр подсох, мы его готовим к копчению. Чтобы тушка у нас не расползалась, мы ее обвязываем бечевкой, зубочистки при этом оставляем, так, чтобы дым у нас проникал и в брюшную полость. Далее нам необходимо уложить нашу щепу в фольгу. Щепы нам надо всего 12 грамм. Для копчения я буду использовать щепу ольхи. Уложить щепу в фольге на дно кастрюли и проткнуть зубочисткой более подробно. Процесс подготовки к копчению, а также где вы можете купить другие принадлежности, вы можете посмотреть в моем другом видео, вверху по ссылке, где мы готовили с вами скумбрию горячего копчения. Ставим решетку. На решетку ставим нашего осетра. Укладывайте куски осетрины так, чтобы они по возможности не соприкасались друг с дружкой и со стенками кастрюли. Контролировать температуру внутри осетра я буду обычным кулинарным электронным термометром в виде щупа. Я его вставляю в нашу осетрину через отверстие в крышке. Ставим нашу кастрюлю на плиту, включаем максимальный нагрев. Через 3 минуты нагрева начинает образовываться дым. Сначала образование дыма я засекаю ровно минуту и затем переставляю кастрюлю на самую маленькую конфорку и устанавливаю самый минимальный нагрев. Рыба считается готовой, когда температура внутри тушки достигает 60-70 градусов. Через 40 минут, как я включил плиту, температура внутри тушки у меня уже достигла 60 градусов. Можно выключать нагрев, поскольку температура внутри тушки еще по инерции наберет как минимум 5 градусов. Мы выключаем нагрев, но кастрюлю не открываем. Даем ей полностью остыть в течение как минимум 30 минут. Вот такая красивая ароматная осетрина у нас получилась в результате копчения. Мы ее, конечно же, сразу не едим. Оставим ее на проветривание как минимум до 12 часов в прохладное место. После 12 часов мы снимаем нашу обвязку, снимаем шкуру, вытаскиваем хребет, удаляем пленочки изнутри, которые не могли удалить. И у нас получается чистое филе. Из килограмма 35 грамм у меня получилось практически 580 грамм осетрины горячего копчения. Если ориентироваться на магазинные цены, то моя осетрина получилась более чем в 2 раза выгоднее магазинной. При этом она приготовлена из самого свежего осетра. А осетр у нас получился очень вкусный, нежный, ароматный, очень сбалансированный по соли. Просто пальчики оближешь. Таким блюдом вы точно удивите ваших гостей.